всем привет видео для для даргер кинг бота по его установке или так скажем разворачиванию на компьютере на клиенте да что нам первое в принципе необходимо мы заходим на сам гитхаб вот копируем отсюда ссылку на клонирование данного репозитория также можно отсюда в принципе скачать и zip файл но я больше привык к клонированию это быстрее происходит чем чем в вот этот короче переводы перри перекопирование распаковки и раза и запаковки вот что нам в принципе нужно я закрывать прям все не буду нам в прям явный такой в этом необходимости нету пускай этот будет проект открыт что нам нужно первое нам нужно подняться на каталог выше или открыть каталог в котором который наш тип как бы рабочий до в котором наши все будут проекты складываться вот в котором находится будет находиться и этот проект подаркингу первое что мы делаем посмотреть видео по установке инструментов это самого гид клиента visual studio и настройки этой самой visual studio для того чтобы потом работали данные команды ну и первое что мы делаем первое что мы делаем там будет без видео первое что мы делаем это делаем гид клон команду и указываем нашу ссылку на этот репозиторий вот дожидаемся самого скачивания этой всей штуки процесс недолгий сами исходники по java script они довольно таки маленькие после этого желательно желательно открыть данную папку work и найти вот этот вот каталог который мы только что склонировали он будет именно прям внутри внутри этой папки заходим открываем вот и первым делом что нам нужно никуда не переключаясь увидев структуру где у нас в папке есть client demo request сервер то есть при вот этой вот всей структуре и отображению сама вот это вот как бы того каталога в которой вы планировали мы здесь делаем нпм ай важно то есть данным в данный момент установятся все зависимости которые необходимы для запуска для работы клиентской части для работы сервера то есть устанавливается именно конкретно зависимости этого всего дела сейчас подождем в принципе так скажу видео без подготовки поэтому может произойти все что угодно вообще видео сейчас записывается на стриме поэтому там люди пишут в чате но сейчас мы сейчас я отвечу на все эти вопросы так самая долгая здесь конечно будет client дело в том что там react react 18 плюс куча библиотек вот и они все будут пытаться короче скачиваться потому что чистый репозиторий также рекомендую использовать уже react 18 под данный проект потому что муи то-то библиотека для юая которая установлена данном проекте в принципе лучше работает с react 18 чем 16 16 могут быть дополнительные какие-то трудности и проблемы но это уже дело такое вот в принципе устанавливается и на 16 но устанавливать на 16 но так следующее это то что мы должны увидеть плюс минус где-то вот такие вот сообщения то есть не будет ошибок не будет написано ну как в данном случае npm варн npm варна это плохо конечно но и без этого может произойти все как бы даже не то чтобы произойти а может дальше работать это все главное чтобы здесь не было написано npm error npm error говорит о том что у вас какие-то зависимости не установились либо еще что-то произошло не так с последнего комита перед прямо перед видео я делал комит в этот репозиторий я добавил одну одну маленькую штучку в саму установку в саму установку зависимости я добавил команду как legacy пир дипс говорящий о том что установить на на библиотеке немножечко несовместимые другие библиотеки да и этой библиотека является так называемая библиотека use http она находится в клиенте и называется use http то есть вся эта проблема именно из-за нее то есть вот этот legacy пир дипс вот как раз именно из-за этого и из-за этого и вот следующее что нам необходимо установить за кадром установить за кадром или просто установить postgres либо другую поддерживаемую операционную систему перед не операционная а любую другую sequela из любую другую базу данных которая поддерживается sequela из-за у поддерживаемых sequela из-за есть mysql miranda db и skylight 3 и tedios ну и при этом postgres если вы будете использовать какие-то дополнительные вот эти вот другие базы данных вам необходимо будет до установить эти зависимости и эти зависимости необходимо устанавливать важный момент при переходе в сервер то есть мы отсюда же пишем sd-сервер и здесь производим установку того тех зависимости которые необходимы для сервера то есть понимаем вот если использовать ту же самую базу данных что используется в данном проекте тут используется postgres данная зависимость установлена по умолчанию что нам дальше необходимо я у себя открою файлик вот я постараюсь его добавить в описании и в само описание проекта и в принципе в описании к видео мне нужен файлик два файлика создать в папке сервер создаем новый файл нажимаем и называем ее . ген и данные файлы не находятся в репозитории из-за того по факту того что они как бы являются конфигурационными то есть в них находятся специальные так скажем переменные или как-то так то есть учетные данные для подключения учетные данные для подключения к самому боту и так далее вот айди через равно мы пишем здесь свой айди давайте я для примера тот же самый тестовый скопируем принципе вставлю то есть вот айди мы берем из бот фазера дальше нам необходимы вот такой вот перечень всего д в юзерный д в паспорт д в дпд в хост д в порт и д в диалект если мы используем в принципе все то по умолчанию что используется в проекте это в принципе можно прям так и скопировать вот эту часть которая начинается с дэв это подключение к самой базе данных то есть учетная запись для подключения к базе данных пароль для базы данных название базы данных которые мы будем использовать в дальнейшем в работе где расположен данный сервер здесь можно писать в двух вариантах либо мы можем написать 127 001 либо можем написать localhost как здесь примере на данный localhost это как раз ссылается на текущий компьютер порт базы данных для постгресса по умолчанию 5 4 3 2 вот поэтому тут как бы используется и здесь используется переменная для диалекта как раз вот этот вот диалект и говорит о том какую конкретно базу данных из поддерживаемых sequalizer мы будем использовать то есть он автоматически будет переключаться при указании здесь нужного диалекта это все в принципе описано в самой справке здесь есть само указание что какие конкретные нужны диалекты для указания вот они вот эта вот строчка ссылка тоже будет в описании которое нужно указать mysql postgres miranda db либо просто mysql нам то есть как бы то вот такие вот диалекты по умолчанию опять-таки используется postgres потому что данный проект позиционирует себя как система с большим количеством функционала mongo db используется чисто как примерная база данных то есть не рабочая база данных если вы построите проект и он обретет коммерческую основу вам рано или поздно скорее всего рано придется переходить на нормальную базу данных потому что mongo db вам не позволит быстро работать с данными банами данная данная база данных не является базу по сути как бы базой данных это это джейсон большой джейсон объект скажем так на поэтому я использую в проекте более более современные или более производительные базы данных такие как postgres либо тот же самый mysql вот создали эту штуку дальше переходим в клиента создаем новый файл . или в данном файле envi нам необходимо указать необходимо указать такие минимальные настройки я их скопирую потому что я это просто написать не смогу dangerous disable host check говорит о том что если мы захотим подключаться к данному серверу используя какой-то домен или еще чего-нибудь то есть не просто там localhost как будет запускаться наш проект а будем использовать допустим как в проекте написано сократ сайты стоит нет вот то под отладкой будут происходить ошибки будет происходить ошибки из-за того что сервер реакта будет говорить о том что данный хост не поддерживается и кучу ошибок вываливать уже на самой странице вот это данная штука отключает данную проверку и будет веб-сервер отладочный веб-сервер работать как обычно из любого домена ну и для удобства просто указывается здесь порт 80 для того чтобы прям из него дальше не указывают вот эти все порты но опять таки данный файл не является обязательным именно в именно в папке клиент но является обязательным в папке сервер дальше что нам необходимо перейти в плава в папку сервер то есть sd-server и выполнить команды выполнить команды по созданию базы данных давайте мы укажем здесь что нибудь другое потому что у меня такая база данных есть и допустим youtube тест видео как-то так на и сохраним вот здесь есть предустановленный набор инструментов который я наверное еще тоже немножечко упрощу то есть я их вынуть вынесу не к ник папке сервера куда-нибудь там дальше но в данном на на момент записи данного видео это работает как-то вот таким вот образом то есть необходимо перейти в папку сервер вызвать первую команду npm run db db create данная данная команда выполнит скрипт по установке самой базы данных нажимаем enter и здесь же произойдет проверка корректности ввода данных то есть если подключение существует ли подключение и так далее и тому подобное вот необходимо немножко подождать он там проверяет базу данных вот и успешность сам факт успешности подключения и создания базы данных то есть если у вас учетная запись корректно корректно введена учетная запись и учетные записи есть разрешение на само создание базы данных и работы с базой данных то будет знать надпись приблизительно вот такая то есть используется development секция которая указывается как набор набор настроек или как-то так вот и указывается какую мы базу данных создали все следующим этапом мы сразу же можем приступать если у нас здесь не было ошибок к команде me команда me это сокращение от migrate данная команда установит в данную базу данных которые мы указали ранее и создали ранее создаст там все таблицы все колонки все необходимые связи для этого всего поэтому выполняем ее здесь скрипт повеселее побольше вот здесь будет указываться перечень всех всех миграций которые были которые были на состоянии данного проекта то есть был и нет какие-то небольшие фикс и какие-то добавления и так далее и там подобное в принципе они все выполнились если ошибки будут то здесь будет на что-то написано по типу npm error и указываться почему там нельзя допустим применить данную миграцию или где-то будет какой-то конфликт при создании каких-то колонок и так далее следующий npm следующий npm sd 2 и . две точки мы выходим на уровень выше то есть мы возвращаемся обратно к корневому проекту корневой папки нашего проекта и выполняем npm start npm start выполнит сразу же две команды это запустит веб-сервер и мы должны увидеть вот такие вот надписи именно в самом начале говорящие о том что наш сервер запустился запустился и обработал вот эти вот конечные точки маршрутов команды и контроллеры для того чтобы дальше работать с проектом после этого дожидаемся когда запустится наш проект дожидаемся первая инициализация вообще всегда долго не знаю с чем конкретно это связано но вот он появился на вот в принципе все наш проект готов дальше мы можем перейти на админ админ и здесь уже будут данная ссылка ведет именно к администрирование данной системы то есть мы можем создать первое что мы должны в принципе создать это артикул давайте создадим артикул тест вот сейф добавим товар привет youtube для артикула тест нажимаем сохранить вот у нас какой то есть один товар и один и один артикул теперь мы переходим обратно на localhost и мы уже видим наши здесь артикулы потому что наша первая страница на которую мы вообще попадаем это выбор артикулов или видов товара или как как вам удобно называть они ну вот такие же да мы можем допустим поменять сделаем наш первый давать наш первый артикул сохранить обновить вот наш первый артикул заходим наш артикул и отхватываем ошибку и заодно посмотрим что здесь произошло у нас нету продажи увы на текущий момент вот эта данная система не позволяет создавать создавать цены для этого всего ну и при этом это еще даже не не поправлено давайте сразу же туда в проекте быстренько поправим опять таки на записи это будет в проекте уже скорее всего будет исправлена тот который вы будете который вы будет склонируете себя и будете устанавливать нас интересует page goods индекс 24 давайте сразу же client service page goods индекс айтем 24 горячий о том что у нас здесь вот такая вот фигня окей уберем это все сделаем упростим сделаем конст конст сейл который будет равен прайс сейл случае если он будет тогда прайс сейл нет тогда 00 только без лишнего сохраним ну и принципе все ошибка была только в этом потому что в текущий момент в админ панели нет возможности указать цены вот это как раз проект еще дописывается и мы когда мы дойдем до того факта что здесь будет в редактировании возможность указывать цены но на текущий момент как то так вот мы также можем нас создавать еще допустим товаров допустим привет наш второй тайм наш второй товар для артикул сохранить обновить и данные товары и вообще данные данная система уже может работать с ботом но с бота для бота для того чтобы он конкретно нормально начал работать вам необходимо как раз пройти регистрацию сссля и всего остального без этого увы никак есть есть еще способ для того чтобы тестировать его именно локально но он довольно таки сложный а может быть даже не сложный то есть будет видео еще поэтому как можно его запустить локально и проверить у хотя бы у себя на компьютере будет ли вообще это все работать в телеграме или не будет вот это уже будет отдельное видео так что принципе подписывайтесь подписывайтесь будет еще одно видео но а тем временем у нас запустилась и админка и так и и главная страница вот из всего этого для того чтобы работала работал данный проект необходимо установить сам постгресс постгресс устанавливается несложно скачивается с официальной с официальной страницы ссылка также будет именно на дистрибутив потому что его там немножечко сложно найти на самом сайте ссылка тоже будет под видео вот скачать настройки по умолчанию там везде далее 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 когда спросит пароль для доступа к базе данных указываем пароль запоминаем его потом запишем его в данным в данном поле вот это важно для того чтобы это все работало дальше все далее далее и переходим к установке запуска всего проекта вот принципе на этом все всем спасибо вот заходите на стримы потому что на стримах у нас это все как раз обсуждается и обговаривается демонстрируется как-то так